Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как ускорить процесс работы в программе Natron, облегчить нагрузку на ваш процессор и даже избежать нежелательных вылетов программы. С каждой новой добавленной нодой в ваш проект, компьютеру требуется все больше времени, чтобы сгенерировать изображение в окне просмотра. Если проект содержит в себе много операций и эффектов, этот процесс может занимать существенное количество времени, замедляя вашу работу. Чтобы процесс обновления изображения происходил быстрее, вы можете активировать режим прокси и уменьшить разрешение изображения в окне просмотра. Настройки проекта при этом не меняются, меняется лишь способ калькулирования превью. Активировать режим прокси можно, нажав на соответствующую иконку в окне вьювера. Меню справа от иконки также относится к режиму прокси. Здесь можно выбрать, во сколько раз мы уменьшаем разрешение изображения. Также в некоторых случаях может быть полезным приостановить обновление в окне просмотра, нажав на иконку паузы. Внося какие-либо изменения в изображение, будь то цветокоррекция, добавление зернистости или любого другого эффекта, Натрон пересчитывает пиксели всего изображения целиком. Работая с каким-либо объектом в отдельности, вы можете активировать область интереса, тем самым обновляя изображение лишь в определенной области, игнорируя обновление за пределами области интереса. Активировать область интереса можно, нажав на иконку в окне просмотра. Появившаяся область выделения может быть легко изменена в соответствии с вашими целями. Это также ускоряет процесс работы в программе Натрон. Возможно, вы уже замечали, что часто при сложении двух или более изображений, видео или секвенций, в окне просмотра вокруг изображений появляется дополнительная рамка. Это и есть Boudin Box. Нода Merge учитывает форматы всех подключенных к ней файлов. По умолчанию параметры для Boudin Box установлены на сложение этих форматов. Однако часто это бывает неэффективно, так как компьютер будет обрабатывать и области, находящиеся за пределами формата проекта. Изменить это можно, выбрав иное значение в меню параметра Boudin Box, где Union — это сложение форматов, Intersection — область пересечения изображений, A — формат изображения, подключенного к входу A, и, соответственно, B — формат изображения на входе B. Выбрав значение B, мы видим, что рамка Boudin Box теперь соответствует формату нашего композа, и компьютеру не надо тратить время и ресурсы на обновление участков изображения, находящегося за его пределами. Nathron, так же как и Nuke, After Effects или любое другое приложение, обрабатывает секвенции изображений быстрее, чем он обрабатывает видеофайл. Если у вас есть возможность сделать пререндер видеоматериалов в виде секвенции изображений, используйте эту возможность, и вы ускорите процесс работы в Nathron. Если вы не знаете, как перерендерить видео в секвенцию, сейчас я покажу, как это сделать. Нажав на латинскую клавишу W, или отправившись в меню, вы добавляете ноду Write, ноду для экспорта ваших видео и изображений, задаете путь файла, то есть находите папку, куда вы хотите свою секвенцию сохранить, и в имени файла между названием и разрешением ставите 4 хэштега. Это может показаться странным, а однако именно так вы даете компьютеру команду отрендерить секвенцию, а не один лишь кадр из видео или анимации. В дальнейшем эти хэштеги будут заменены на порядковый номер кадра для каждого файла секвенции. Далее вы просто подключаете ноду экспорта к видеофайлу или группе нод, которые хотите отрендерить, и экспортируете секвенцию. При импорте любой секвенции в Nathron, при добавлении ее в программу, в ваш проект, убедитесь, что в окне файлового браузера активирована опция импорта секвенций. По мере увеличения количества файлов, нод и эффектов в вашем проекте Nathron будет работать все медленнее. Обновление превью будет занимать все больше времени, программа может даже начать вылетать или выдавать ошибку при экспорте. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами подобного плана, попробуйте очистить кэш. Сделать это можно в верхнем меню программы или же используя комбинацию клавиш Ctrl-Shift-K. Некоторые эффекты требуют больших ресурсов, чем другие, и могут значительно замедлять работу программы. Например, нода Time Blur для создания Motion Blur или нода для добавления зернистости. Часто нет необходимости держать эти ноды включенными, если вы работаете над другими аспектами композа или анимации. Вы можете активировать их непосредственно перед экспортом. Горячая клавиша, отключающая и вновь активирующая ноды, это латинская буква D. Также деактивация и активация нод поможет при поиске ошибок в нодовом дереве. Если у вас появились в изображении какие-то дефекты, деактивируя ноды одна за другой, вы можете понять, в какой именно из них что-то пошло не так. Ну и напоследок, еще одна очень полезная горячая клавиша, это клавиша Tab. Она служит для появления меню быстрого поиска нод. Помимо ускорения работы, это также может быть полезно, если вы не знаете, какую именно ноду хотите добавить. Однако, начав печатать что-либо, например, H, край, вы увидите все ноды, относящиеся к работе с краями. И вы можете выбрать что-то наиболее вам подходящее. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезным. Желаю вам быстрой работы в программе Натрон. И удач! Субтитры сделал DimaTorzok